Привет, мои дорогие! Я сейчас хочу записать о энергетических вампирах. Что это такое? Это люди, которые любят собачиться в основном. Они провоцируют вас. Например, на работе по соседству кто-то живёт. И вот такая вот женщина, например, она... Почему она это делает? Потому что у неё энергии не хватает. А почему не хватает энергии? Не хватает энергии, потому что эту энергию жрут у неё незакрытые гештальты. Например, у неё там какие-то невыясненные отношения с её мамой, скорее всего. И она будет собачиться тогда со всеми женщинами в округе. И причём она их будет выводить на вот такой разговор. Она такая будет всё время орать. Вот надо поговорить, надо выяснить. Она будет вас всё время учить. И этот разговор с ней будет выглядеть не как диалог, где два человека. В диалоге два человека. Один говорит, другой отвечает. Её диалог – это монолог. Она пробует выкричать не вам, а своей маме, которой она там что-то недосказала в детстве, когда мама ей пизделей вставляла, она была ещё маленькая, и она не могла маме нахамить, потому что знала, что по морде получит. И вот она всю жизнь, всю жизнь думает о этом конфликте. Этот конфликт жрёт её энергию. И она бегает везде по свету и ищет женщин, с которыми можно пособачиться, чтобы закрыть этот гештальт. Но гештальт не закроется, пока не выяснишь отношения с мамой. И вот такого человека, да, как его нейтрализовать? Но вы можете собачиться регулярно с этим человеком, да, можете входить с ним в конфликтную ситуацию, выяснять отношения, тем самым подпитывая её, теряя свою энергию. А можете этого не делать. Но если вы, конечно, добрая душа, ну то ругайтесь с ней, там, если ей нужно раз с вами на полгода пособачиться, это ваша, например, коллега на работе, ну вот, дайте ей это, если вы добрая. А если вы поймёте, что, а зачем я буду это делать, и перестанете ей это давать, вот тогда вы её накажете. Знаете, я помню вот эти истории какие-то были раньше, что вот, например, там рассказывали, там была соседка злющая, злющая, там какой-то мужчина рассказывал, и вот она всё время с ним собачилась, 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 и вот он ей отвечал, и соседка была вся такая хорошая, счастливая, ну какая, ну вот ей этот вот конфликт, давал бы просто подпитку, как батарейку подзаряжала она, и до следующего раза, до следующего раза, и в какой-то момент он что-то там умных книжек начитался, и решил, что вот не буду, и стал молчать. Она к нему, он молчит, а она уже привыкла, что он ей энергии-то подсасывает, у неё, если она с мужиком бы собачила, значит, у неё с папой был конфликт в детстве незакрытый. И вот он решил не давать ей эту энергию, просто её игнорировал. И в конце концов, бедная женщина на инфаркт умерла. И здесь галимая правда. Слушайте, для такого человека, который привык собачиться, это для него как кость в буду. А если вы перестанете эту кость в буду выбросать, то там и инфарктом, психосоматикой, раком, там чем хочешь может закончиться. Потому что незакрытый гештальт, он жрёт энергию. Он жрёт и жрёт и жрёт, а вот он жрёт у этого человека, а человек от эту энергию хочет взять от кого-то, а этот не даёт. И вот знаете, я же занимаюсь всякими вот этими энергетическими практиками. И у меня есть такие возможности, я могу входить в человека и смотреть, видеть там, что за проблемы, здоровье, нездоровье там. И вот у меня соседка, она всё собачится и собачится. А я ей перестала давать этот конфликт. Ей надо было регулярно каждые полгода её подкормить. А я решила вот сейчас на неё забить и не даю. Просто она уже всем ходит, говорит, кричит, что она хочет, чтобы я пришла, чтобы мы с ней поговорили. А я знаю, наш разговор будет выглядеть вот так вот. Я буду молчать, она будет орать. Она будет рассказывать про свою параллельную вселенную, которая где-то мимо моей проходит, мы вообще не соприкасаемся, в которой её вселенная, я вообще какой-то там неизвестно какой монстр. И я решила ей этого не давать. И вот уже женщина по психологам тоже ходит. Здоровье у неё совсем уже подшатнулось. И я в неё, когда входила в последний раз, смотрю, а она-то пустая. Там уже тянуть нечего. Там пустая стеклянная банка. Ну вот решайте, да, давать энергию. Нет, ну если вы добрая душечка, давайте. Давайте людям то, что они хотят. Делитесь своей энергией. А если вам пофиг, и вы думаете о себе и о своих близких, то давайте эту энергию себе и своим близким. Исполняйте свои мечты. Всех целую. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.